Всем привет, с вами Шуха, и в этом видео мы проверим, сможет ли один скаймар игрок выиграть стак титанов, если у него в команде будут игроки с 3000 ммр, как по мне задача не из простых. Один скаймар игрок это Влад ГГВП Ланая, который кстати начал вести активный ютуб канал, а стак титанов это мои подписчики с дискорда, ссылка на дискорд откуда ведется набор будет в описании. А прокомментировать данное противостояние мне поможет ютубер Лэнс, обязательно подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Ребят, вы тоже можете испытать себя, какие гости этого видео, просто залетайте на эпик лот, у них как раз появился новый режим мид батл, где в игре 1х1, просто попав кайлом в соперника, ты можешь выиграть один из миллионов призов. Оформить попытки можно раз в час бесплатно, а также у них проходит за эксэйвент с батл пасом для настоящих гулей, выполнив все 60 квестов и получаете плечи на эсэфа, либо декахук на выбор. А еще на 15, 30 и 45 левле забирай случайную аркану. Заходи по ссылке в закрепленном комментарии и получи батл пас бесплатно, плюс 15% в пополнении и дополнительный шанс в мид батле. На кого ставишь? На Влада? Я, подожди, сверху Праймал Бист это чей? Это против Лада. Ну я не знаю, надо пики увидеть, я просто, ну, мне нравится Тинни, мне нравится Праймал Бист. Ну вот этот чел на Праймал Бисте, он задрот, короче, если что. Ну Праймал Бист, он просто, вообще настолько сильный персонаж. Я знаю. Короче, это чел на Праймал Бисте поставить мид против Влада. Он так и сделает. Опа, а у них, по-моему, такой план и есть. Да, я, короче, сегодня попался в Ранкете против Праймал Биста и он меня на втором левеле убил в миде. Да, это без шансов, они третье качают, тычки впитывают, ты чуть-чуть подставляешь, чтобы подкрепал, он сразу у тебя начинает. О, все, да, да, да. И мне интересно, что будет делать Влад на Эмбере, короче, против Фраймал Биста. Ну поэтому я и сказал, понимаешь, ни Квапу, ни тех, у кого есть эскейп, чтобы достать шансы булли у ребят. Все, тогда я ставлю на верхних, получается. Плюс он очень лютый задрот, у него нереальный минрейт на этом, на Праймал Бисте. То есть он прям на нем развалили. Я знаю, что мне очень нравится от SK и Тинер. Ну смотри, тут Эверид 6 тысяч, да, то есть тут не у всех 6к, у кого-то 4 500, да, у кого-то там 5 тысяч, а у Праймал Биста почти 8 тысяч. Кука! Почти 8. А, так... Это не так. Так все, ГГ. Так все, посмотри на вражеский пик сверху, он проиграет эту игру. Посмотри, посмотри просто. Там Лего, который его ловит, там суперметовый Омник, там суперстильный... Виверна, который может затосетапить. Да, то есть, посмотри, там, то есть Тинни, если нападает на какого-то героя, Виверна может просто захилить, и Тинни как бы, ну, не бьет. Ну так, да, да, тут прям... Типик очень жесткий сверху. Сверху прям, мне кажется, что он без шансов. Ну посмотрим, Влад сказал, что он 100% выиграет, что если ему можно общаться с Тимой, то тут без шансов. Он же так сказал? Ну, вроде да, да. Тем более против него чемпион мира играет. Так, заложил тумбать. Ну там написано был чемпион мира. А, так. Так, сколько игр на минере у него? 2600, что ли? Сколько? 2600, что-то такое. Опа, в самоках сразу выскочили, смотри, ребята. Это засвет. А, нижний, да? Да, да, это 6 костак. Подожди, подожди, стоп, а так как кто мид был? Я бы не понимаю, просто он фласку купил на прямом месте. И два манга взял еще. Ну это его затармин на мид такой. А, это да. У него своя схема. Так. Своя схема, максимальный ресурсов, да, короче, переанимен, нарезок такой. Там Влад уже командует 100%, сам стоит, смотри. Слит и командует. Да, и выдает команду. А ФБ туда-сюда что-то делать будем? Ну, что у вас бабка, это... Ну, в теории можете попробовать втроем выйти? Вот бабка плюс Санкинг плюс Течис на какую-то руну. Я не хочу подкоп качать. А, не хочешь подкоп качать? Ну, туда не делайте. Просто заберите руну. Да, вот заберите верхние руны втроем. А там против Сларка будем стоять. Да не, лучше песок и пассивку качай. Смотри, пошел, смакео вард поставил. О, сейчас тыки со, во-первых, спалили, то, что он бежит. Во-вторых, спалили, то, что он поставил в центре. Да, сразу узнали. Плюс Сларк ночной вижн большой имеет, он видит. Ребят, сейчас это... Загасить, загасить, нет? ФБ? Да, да, можно, если Сларк Паунс возьмет, это ФБ, да. Вааай, а что они... А, Парай Млбист не хочет, но он хочет 30 спел взять. Он не хочет разгон нажимать. Так, но пик тебе Рейдинг нравится больше, да, в разы, я так понимаю? Да, да, да. Ну, я не знаю, этот Омник, если он умеет, ну, хотя бы минимально играть в доту, то это уже все. Омник имба. А, а что это у него за 30 спел? Это бросается, да, что-то такое, урон какой-то? Да, урон замедляет, короче. Это сильно исполнило, я не знаю. О, опс, не нашел. Ну, сейчас посмотрим, как он будет исполнять. Кстати, Омник со Сларком. Плюс Омник 2 репела кидает, насколько я знаю, правильно? Ну, не репела, а вот эти вот, как Тевелли Грейс. Да, на себя, на себя и на тиммейтах. По-ру-ру. А эти тройка, слушай, верно, 3-1 в пользу, так сказать, да. Очень интересно мид, очень интересно. Да, да, очень интересно. Сентрю он уже взял, потому что они знают, что там заблочили, но я не знаю, Праймл Бис вообще качает ли мелкий спот или нет. Давай ставки делать, он проиграет мид? Я считаю, я считаю, что... Ну, слушай, если он не готов к мидовому Праймл Бис, то он может, он может отлететь и не поднять, да, что произошло. Так, он стаки вкачал, да, стаки вкачал. А почему не показывается? А, уже хорошо, что он переплочил Праймл Биста, потому что он сейчас может добить почти всех крипов, ну, получить хоть что-то, получается. А, Праймл Биста только... А, смотри, Влад прошарен, он его не бьет, он знает, что он от пассивы вкачал, и только один раз его ударил. Ага. То есть щитом прохарасил, ну, смотри, 11к-то, как сказать. 100 IQ, 200 IQ решает. Если он спустится с ХГ, он просто нажимает 3-й и 2-й на Праймл Бисте убивает. Так он пушит же линию щитом, зачем он там китается? Я не знаю, зачем. Он динает миликрипов на прямом месте. Вот сейчас можно, кстати, Эмбер убить, смотри. Смотри, мы можем убить Эмбера. А, у него как-то мало. Крипычка. А, это пассиво спадает. Смотри, Влад контролирует, она как-то не держится постоянно. А, то есть надо 2-й за... Им нужно против ласка от пиццы, он может убить Эмбера, потому что Эмбер на речке стоит, он просто его может замедлить и убить. Может, 3-й левел ждет, а что, кстати, Влад скачал? Вот, смотри, сейчас, 2-й нажать. Сейчас, сейчас. Не-не-не-не, ну, не хочет. Не знаю, потому что, когда я сегодня против проема беста играл, вот все так и было. Я спускался с речки, и это моментальная смерть была. Вот так вот, да. А, он мог убить, реально, смотри. Получается, у него сейчас в раз был трампл, второй спелл, и он уже столько урона под щитом нанес. Тогда щит был в кд, он мог реально его попробовать убить. Ну, да-да. Так, что под другим линиям? Так, крипстаты плюс-минус равные везде. А, вот он зачем и фласку взял, он, посмотри, он без ботла играет. Он взял себе сапог венлейс на проема беста, и... Поэтому вот фасочка. Да-да, но у него своя острота, я же говорю, он задрот на проема беста тот еще. То есть он... Так, а что там по другим линиям? Ну, как крипстаты? Ну, крипстаты плюс-минус одинаковые, и на миду, и везде, поэтому... Ну, с ларкой, я думаю, фрифарм здесь будет. Ну, по сути, он должен спокойно стоять. Так, у Тинни еще. Ну, по домникам, да, еще. Ну, у Тинни могут быть проблемки, на самом деле. Потому что, ну, он, в принципе, ничего не может сделать, он качает палку обычно, максит на Тинни, да? Бей-бей-бей, бей-бей-бей. Еще, еще тычку. Хорошо. Ну, у Праймл Беста не 6 тысяч, а чуть побольше. Опа! Забрали ФБ, убили бабку. Ребят, напоминаю, напоминаю, тут Влад, 11 тысяч ММР игрок, с 3К игроками в команде против стака Титанов, да? Хотим проверить вообще. А, он просто крипов, да? Вот так, и чуть-чуть подхарасить его. Не-не-не, Влад, видимо, стоял уже против Праймл Беста, и знаю, что к чему, потому что он супер аккуратно против него стоит, не подставляется, так. О, вот смотри, можно убить, если ты Праймл Беста. Да не. А, без шансов. Ну, я не знаю, героистичком сильный Праймл Бест. Да я видел на саппорте, знаешь, видел мувики там, или где-то на стримах, втроем бьют его, он просто разворачивается, троих убивает, ну, на 200 хп. Главное, подождать, пока на тебя весь контроль нажмут. Когда контроля нету, то все, как бы. Так, стики месла капнутыми. Что у нас тут? Легион. У Легионки уже шлем, скоро будет что-то еще, не знаю, что, нормляет будет покупать? Ну, ему уже ничего не сделать от Легионки, я так понимаю. Смотри, у него, сколько, один из брони? На халяву. Ну, да, они, он сами, он идут на этого Тинебабку. Так, еще одну фласку принес. Праймл Бест. Мне нравится, что Влад всегда на фулл-ресах стоит, а Праймл Бест постоянно, ну, прохорашенный. Это очень круто. Ну, я думаю, был бы любой другой Эмбр, да, у кого рейтинга пониже, он просто 3-4 тысячи дал бы Праймл Бесту и умирал бы за это. А он его просто не бьет, вообще. Просто не бьет, максимум один удар. Посмотрим, что ребят на других линиях вывезут. Ну, че, как ты сейчас на данный момент оцениваешь шансы? Засолит Влад или нет? Ну, я не знаю даже, что, о чем он думает, что он сейчас будет делать после того, как мид-стадия закончится. Он, смотри, сейчас может даже убить Праймл Беста. Хотя нет, он умирает, да, здесь? Ну, это точно Бест решил на Миньер. А он мог его убить, у этого мана не было, реально, да? Да, 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 он просто на Миньера перенесил все почему-то. Хотя у него Трамп был в раз, может, из-за этого, а у него щит замакшенный. Может, он поэтому... Но он все равно... А, не, не замакшенный, два щита. Но он сейчас максит фисты, взял себе бет-стон и делает физы, типа, и, ну... Дэмэш нереально огромный у Эмбера будет. Фистов? Он хочет так, по-моему, в супер-активании. А, нет, ну, потом он не будет делать. Ну, вот он в других ланах все очень плохо. Там он умирает, бабка, да? Ну, и Сларк душит. И Сларк душит, и в топе все очень плохо у него. Да. А, ну, и Сларк убьет, он не просто душит. Лол, плотко просто в другую сторону надо было дать. Смотри. Киллы повсюду. Непонятно. Киллы реально повсюду, да. Ну, слушай, на меду, мне кажется, любой умирал бы здесь против него. Да, по сути. Согласен, да. Поэтому это нормально. Так, Тинника еще задушили на топе. Посмотрим. Но тут реально, как будто бы попал на проклятый аккаунт, как говорится, в Сулу. Мари как он гениально сделал. Он, короче, вывел пачку за собой. И пока Прэмалбист в таверне, его крипы пушат ему тавер, короче, понял? Да, 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 чтобы лишить их с пылькой. И тавер подпушить, еще и подфармить вот здесь. Ну, да, Влад такой. Опа, выходит топ? Ну, он только этого. Они Лего никак не убьют, мне кажется. Ну, мне кажется, можно там тост сейчас будет, если он красиво тостнет на крипов. Нет. Не, ошибся. Ну, нормально, сделал киллы. Адя, смотри, 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 на Рошане заряжает себе удары и хоста в кармане. Ого. Нифига себе. Еще хосту нажал. И он думает, что, смотри, он сейчас Эмбера будет поджидать на реминанте. Они могут, они могут с Легионкой подойти к реминанту, они могли убить Эмбера. А, не, вот этого просто. Тинника решили убить. Ну, у Тинни все нереально плохо. Это мультимейт просто. Раз, два, три. Два, эль. Смотри, он сейчас просто киллы соберет, Влад. Или не убьет? Мана нету. Как бы он сейчас сам... Не, ну, Легионку он вряд ли убьет уже. А, стаки сам может. Армлет, врубить. Кайс попал. Связать. Хорошо, и убил. Да, убил, убил все-таки. Все-таки ты был прав, надо было на реминанте ждать, да? Ну, хотя там у него еще реминанты были. Но, непонятно. Да нет, если бы он, смотри, он прилетает на реминанты, его Лего дуэрит сразу. И потом у них есть еще продлить с чем-то. То есть ульта прямо у Биста. И у него заряжена стаков куча. То есть они его могли убить. Но они, видимо, просто не решили. Я не знаю, сейчас надо в бот третий. Хотя они вряд ли Сларка, наверное, убьют, да? Ну, если Сларк как-то первый с полной крипов потратит. У него и мана немного. Там еще понимаешь, этот Омник со вторым скиллом. Ну да, тоже есть такое. По Сларк на бутном фри-фарме вообще, как бы он не стал... Кстати, надо общую ценность рубить и посмотреть, чё к чему. Да, только получается Омбро КП-1 от Ворс. Да, у остальных по 4к. Остальных по 3 тысячи. Не-не, по 4. Опять заряжает на себе стаки со смоками. Опа. Ну я провел в бестерина. С кем я себе придумал новую. Это жестко. Я даже не думал, что такое люди могут делать. Еще додуматься до этого. Пойти нарушение про стаки набивать. Вот это демэдж, ты... Ё-моё. Не было бампки? Печенька, печенька, печенька я забил. Да, если бы не быть печенька, мы даже могли убить Эмбера. Смотри, они захотели бот-тавер открыть. Пойдет ли Влад дефать его, интересно. У него ТП-КД... Странно, что они этот тавер решили открывать, а не в топе. Да, лучше бы в топе открыли. В боте вообще бесполезный тавер, типа, еще там СК дефает. Еще почему-то Лего тэпнулось на бот. Им нужно было, короче, открыть топ, и потом с топа выходить уже под мид. Да, да, согласен. Просто душить, закрывать по территории. Беги-беги-беги-беги фрайму. А там бак-то искайся. Стики есть, стики есть. Стики есть, тэп от него. Смотри, как красиво. Еще и даже Тинни фраг забрал, то есть комбак небольшой. Так, ну бабка тут умирает, кстати. Нормально. На эгагерни хорошо играет. Смотри, время тянет. Чемпион мира. О, Тинни фраги собрал. Но, в принципе, это нормально, что Тинни фраги взял, потому что у него вообще все плохо было. А вот эти два кора в боте просто стоят, делят фарм. Че делают, непонятно. Чем занимается? Я вам еще раз говорю, чем выше ранг, тем почему-то этот, дота, больше тебе помогает. Сколько, типа, не играли. Че ты там говоришь? Хочу таймлесс, тебе выпадает таймлесс. Хочу призму, тебе выпадает призму. А, низко тапы хотели подпушить, но не получилось. Смотри, могу Т-часа убить за дуэль. 20 пасибок, там как мне должно было, чтобы меня убить. Не, вот этот мув, это грубейшая ошибка, то что вот эти вот враги, эээ, то есть сларк с лего стоят на боте все время. Они просто на боте стоят и все. Омника вообще не видно, чтобы где-то в драках помогало. Существует, нет? Чем он занимается? Не, ну это ничего не значит, на самом деле Влада мог в любой момент стереть просто за ульт и верно. Если Лего возьмет блинк, они будут просто прыгать по имберу какого-то и все. Пока что он играет безошибочно, но на самом деле 5-0-4. Но на самом деле, убить его здесь много чем есть. Смотри, можем убить, можем убить, смотри. А есть плюс, парня? Нет, нет, нет. Тут два трупа, два трупа здесь. Там руна, руна, руна. Пиздец, у армак. Ну, это СТК. Он на Хускаре играет, он умеет рулить, на бузе. Ой, смотри, сейчас Эмбер еще и этого убьет. Ну, Влад очень много килов насобирал, смотри, у него. А Омник придет в этой жизни в эту игру? Не знаю, вообще Омника не видел. Ни разу здесь. Смотри, смотри, как он играет. Оооо, чуть-чуть не хватило. Ой, ну это Омник. Ну, и больше, больше, что должен был делать Омник всю игру. Да, он должен бегать просто за Праймалбистом. Просто бегать за ним и все, везде, мне кажется. С Виверной, с Легой, пока Сларк фармит, там, может, Сларк подтянется до позже. Тут согласен. Так, опять Виверну хотят задушить. Навряд ли получится. Но он прям топ не отпускает, прям вообще нереально душит. Верхнюю линию. Ну, тут, тут уже я бы поспорил, кто сейчас выиграет драку. Хотя, там бабка подключилась. Я даже не понимаю, что происходит. Так, убить, убить, прыжком. Ой, Эмбер, Эмбер убьет. Смотри. Ой, выжил, выжил. Ну ладно, вот этого надо задушить на бабке хотя бы. Опусти, стоп. Замедлил. За Эмбером или за бабкой его? Ну, уже за бабкой. На, вот так. Драгословляю, дальше там. Ну, это хорош. Сломайте вышку. А я тебе что говорил, что очень легко его убить. Просто 4 в 1 размен. Да, да. Где-то там умерла Легионка. А, ну, да, там же умерла. Да я же говорю, герою не нужны шмотки. Вы посмотрите. А, хотя он по летворцу, смотри, догнал. Вот просто в этой драке. Ты видел, у него было 3000, этого 5. А тут резко уже 6-6. Не, ну Эверн хорошо играет. Реально, пока что ставим 5. Ульты как классные. Ну, эверн, жесткий парень, жесткий. Вот на Омники не доигрывает единственное, что... Ну, сейчас начал, начал уже подключаться потихонечку. Ну, да. Ну, там... Кто сильнее? Тинни или Сларк? Мне кажется, Тинни сильнее сейчас. Там что, 2-3 шмотки взял? Кто первым начнет? Да, да, наверное, так тоже. Смотреть, что, плюс там Омники есть, которые физ... Физ дэмэдж, да? Ну, вообще, по-другому, Сларк, тонкий герой, да? Он может просто один изойти в инвити, дать 2 удара, кинуть прокаст, и все. И Сларк умрет. Ну, там, ну, опять же, кто первым начал? Кто первым начал, кто как нажал. Там есть и Виверна, который может его спасти. Также есть Омник, который может нажать ультимейт, да? Условно, и появится второй спелл. Поэтому непонятно. Вот себе сделает БКБшку на кс-лотом. Понимаешь, тут вообще просто, ну... Неральное количество топок упалов. Ну, первый раз умер. Он, наверное, хотел челлендж без смерти выполнить, но, как говорится, не тут-то было. Альтинес, смотри, стаки сейчас будет качать еще раз, атакует. А чего, СК сейчас нельзя было наказать, я только наглую мув. Там бабка за Одессу ультимейт. О, у СК летит Блинк, и, мне кажется, нужно же смог и попробовать... А можем убить его, парень? Нет там? Поза, смотри. Погрязал, погрязал, будет. Синий ТПЦ, там драка, убили Легу. Так, Сларк подключается в замес. Не знаю, не знаю, надо уходить. Умер, умер. О, еще Сларк умер. Да, там Минер просто три минки кинул, так сказать. А, так все, они проиграли игру, вроде бы. А, из куда бежит? Он тоже пошел подфидеть, что ли? Что это было, один в пять? Что происходит? Они так жестко выигрывали, ну, до этого файта, а теперь они отдали Миттауэр. А знаешь почему? Легионка пошла один в четыре драться, пока эти били этого Минера. Но Минер там потом на себя все сплыл и принял. По-моему, он байнулся или нет? Да, выкупается. Видишь, Минер выкупился. Но ничего страшного, это все равно, так сказать, не конец. Хотя Тинни уже поняту, что нормально вырвался. Влад мог бы получить деньги с этого. Да, уже, я не знаю, у Тинни сейчас скоро появится ШБ, и с ШБ они будут просто... Так, Шарт он уже купил. Да, ШБ появится. У этого рецепт ДБКБ у Влада осталось, у Эмбера. Что-то мой Скадагер есть уже. Ну, Легионка? А, ну, у Легионки Армед появился супер ранний, а сейчас у него 5900. Ну, он себя вообще не реализовал на Легионке, я считаю. Ну да. Ну, он просто ушел в бот, пытается открыть тавер в боте. Ну вот, странный мув немножко. Две монеты еще тут на халяву подобрал. Ну, им нужно нафармить блинка Легерша, Байнас Ларке, и нажать какой-то смачок. Ну, да, да, да. Потому что Влада там никто не засейвит. И Праймал Бесту нужно еще в БКБ укупить. А, Биби, я просто спешу, как-то игрой Миди, да. Может, ты, смотри, убить, убить, убить. Быстро. Ну, у тебя прошло, все, уходим, уходим. На Ларкушу. Да, Легионка надо срочно дофармить блинки, может, ЛС-50 голды. Он, в самом деле, даже не знаю, кто сильнее будет в файте, потому что набираешься с БКБ появится. Ну, сейчас он с БКБ может получить много делов, да, наделать по игре. Да, да. И уже выиграл, таксо. Может, сдохнуть от блинка Леги в дуэли. Ну, смотри, у Вверны появился Блинк. То есть, это могут быть вообще гениальные курсы. Еще бы Омтику, как что-то купить, типа, не знаю, линзы какой-то, чтобы стоять просто кидать кнопки. Но он просто стал делать. А, ну, Блинк спалили Вверны, потому что он на Варде приходит. Так, Блинк у Леги тоже есть. Смаки Вода есть. Ну, сейчас, вроде, хороший вариант смог нажать. Очень хороший. Ну, хороший вариант, но тут под Вардом они все собрались. У Сларка, чтобы... Так, ну, Омник своими делами занят. А, а, с... Лол. Сларк не спалил Вард в миду и не прокликал. Типа, Сларк должен... А, ну, Сларк уже поканулись, смотри. Ага, БКБ ходовой ваймбер появился. Так, давай. А, у него... Олега потратил. Лол. Он на крипов потратил второй спел? Да, да, да. Рофлер. Он нашел, смотри, килл. Если они чувствую верно убьют, то это холямый этот ваталер. Еще поймал парень, можете? Подойте, смотрите. Просто мне просто нужно дать. У меня КД. Печенька бельминой. Все будет, все будет. Так, я бегу к вам. Мид ломает. Давай, давай, давай. Так. Хорошо. Ну, и с контролем, нет ни хера. Мы не можем тебе драться. Нечем ловить эмбера. Нечем просто противопоставить им. Ну, печенька. Слушай, ну, что-то они так быстро. Так сказать, 2000 проиграли, а уже на 29 ведут. Этот файт в миде все решил, мне кажется, в игре этой. Еще много что решило, когда они в бот вышку ломились. Так, верно. Может, сможет как-то красиво ульт нажать. Он понимает, смотри, он просто вдалеке. Но он байтит. Все подходит и отходит, байтит, байтит. Ну, слушай, на самом деле, у Дайра достаточно простые герои, да? Видимо, они обсудили пик специально так. Ну, вот на легионке, видишь, ошибку делать. Он постоянно на себя нажимает пресс-атак. Просто так. Я не знаю, ну, смотри, у них появились ключевые шмотки, типа блинк на леги, блинк на виверни. И ошибая насадки, но они смоки не жмут. Они не хотят выйти, оба кого-то героя подцепить, камбэкнуть по Нетворцу и, ну, продолжать играть. Ну, они просто кащаются. Так, этот набивает себе стаки снова на Рошане. Если бы не Праймал Бис, то... Эта игра бы закончилась уже, мне кажется, давно. Я не понимаю, что происходит. Ну, потому что они смоки жмут, этот коллет Влад. Так, убили одного, второго. Омник должен стоять в тройке и реверить смоки, пока фармит корр тройку. Он на Омнике, ну, вообще ничего в игре не сделал. Он поучаствовал в 6 киллах из 17 и, ну, никого не сайвит вообще. Ну, Омник, да. Не тут. Может, и верно сейчас получится засадить на Рошане. Так, тинник у нас забирает Аего. Ну, свои функции они не выполняют. Например, реально, вот Сларк не палил ворды, который на миду всю свою жизнь простоял от старости, кстати, откинулся. Плюс Сларк еще видит. Но они ничего не реализовали. Стики ульт. Или что? Ну, Сларк уйдет, да. А так и не скажут, да, что у ребят за Дайер по 3к? А, мне кажется, они не скажут, что у ребят за Радиант 6000. Но в комментариях все ребята расскажут. Смотри, какие ворды ставят. Ты заметил, баб, какие ворды ставят все время? Ну, мне кажется, это Влад колец. Ну, просто как будто бы Владу 6000 человек закинули, а против 3000 последов. Нет, он говорит, смотри, он говорит, вы стойте все сзади, Тинни бьет один вышку, чтобы верно не ультануло, да? То есть, такой план. Ну, с колами Влада, как будто бы у этих человек 6000, а у тех 3000. Так, он в соло влетает. Ульт, ульт в СК? А в кого? А че, а че они, а че не встанешься стоят? Смотри, задуэлили бабку, убили бабку, Эмбер без БКБ, даже можно что-то придумать сейчас. Сларка. Так, Сларку выжить-ка. Странно, что они еще Сларка взяли, я ни разу за последние игры 200 сзади не видел в рамках. Слабый, слабый, да. Герой сейчас. Ну, просто он бьет Тинни, а там по 20 хп отрывается у Тинни просто. Ну, Сларку нужны долгие файты, желательно ночью, где он может туда-сюда врываться, то есть только та. А Сларк без ульты. Не, он не умрет, там есть под сейф. А ты заметил, что Виверн дала ультимейт, непонятно в кого, но никто никого не бил? Я даже не понял. Потому что там, он походу его нажал в СК, а Эмбер был под БКБ в этот момент, и походу... Нет, в Эмбера, потому что Эмбер был под БКБ. Он в Эмбере нажал. Ну, значит, СК Эмбера бил, просто непочистанный урон был. Возможно, не почистовал, да. Ну, Сларки сейчас покоро давить. Смоки будут давить в этой игре или нет? Я не знаю, у них так все хорошо могло быть в этой игре. У них БКБ на премь-лбесте, они реально могут пойти в Смоки. О, и у Сларка будет БКБ. Не, ну сейчас реально они могут хорошо подраться. Как раз они на третью сторону сейчас будут заходить, ну, точнее, добивать вторую сторону. Надо Сларку срочно дофармить в БКБ, сколько им остается. Блин, у него не хватает 600 голды, и придется драться так, по-моему. Либо продать нафиг вот эти вот стики и арбу. А Ега еще есть. Ну, вот это они ошибку делают, на самом деле. А он байтил, да. Потому что нету Сларка, нету Сларка, видишь, они начинают файт, который Сларк даже не прилетел. Он прилетел Сларк только сейчас. И то БКБ-хи нету. Да, да. Но еще и бабка БКБ поздно нажила, я считаю. Ну, надо было просто отдать сторону вот этой БКБ-шки, и дождаться Сларка БКБ-шки. И потом в пятером подраться. Так, там Прэмилл Бис исполняет. Так, Эмбер убить. Нет, никак. У Тини нет БКБ, Тини без Заегиса. Можно убить Эмбера сейчас даже, кстати. Нет, никак, никак. У него этот Нарр. Прямо Бис полетел. Но куда? Его сейчас Тини убьет. Ого! Вот это неплохо, в принципе. Кого-то не хватает. Сларк, Сларк выходит. У Сларка БКБ еще нету. Он мог продать Сларбу и купить БКБ-шку. И сейчас убить всех на Сларке. Так, Тиника, Тиника надо забрать. Тиник вообще очень важный килл. Найс. Тини, 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 сбить ТП? Никак. Вот. А, есть, есть. Хорошо, вообще отлично. Смотри, смотри, что делать. Микро каммыч. Камбэк. Да, ну минут две стороны. Три БКБ. Но все-таки что-то смогли сделать. Сларк получил. Ну, у Эмбера Линка появилась сейчас. Линка, да? Ну все, теперь ему просто плевать. Он может... Он может делать все, что хочет. Пока у него есть БКБ. Развлекаться можно. Да, Сларк слишком тряпочный герой. Хоть у него столько слотов. Если его, например, Тиник где-то поймает, он его за прокаст унесет. Но он ошибку сделал на Сларке, когда он умер в миде. То есть он должен качаться все это время. Он умер один раз. У них снесли тавр. Урезали по фарму. И Старк все, он поплыл. Ну, могло быть все хорошо. Ну, там было много ошибок. Мы уже их подмечали там. И то, что они вдвоем стакнулись на боте зачем-то. Но Минер, конечно, оказывается, тоже умогучий. Он эту магию юзает, и его никто бить не может. Вот Праймал Бист, если бы нажал по БКБ, не на 200 хп, а на хотя бы на 50%, он бы намного больше импакта внес, мне кажется. Плюс у него брони очень мало. 7 плюс 6. Посмотри, у Тини с двух ударов реально даже в БКБ может. Он очень нагло на нем играет, на самом деле. Чувствует, может, как-то его. Я не знаю, но как по мне это очень нагло. Они хотят за Т2 драться. Но это возможность сделать, по идее. Это хорошо. У них еще Вижен есть вот здесь в лесу. Да, у них Вижен очень хорошо. Возможно, они не будут ожидать этого. Можно. Смотри, Эмбер потратил линку в Тини. И можно нажать крысу Эмбера сейчас. Не, они отошли. Они знают, что они хотят дефать. Надо на тройке ждать. Я бы прямо сейчас на тройке их ждал. А, Рошана будет ждать до конца. Понял. У Тиника, смотри, уже Кираса. Да нет, Сларк его никогда не пробьет. 3 плюс 35 брони. Кираса. Ну там тупо массаж, если только. Они смоки, смотри, идут. Опять же. Опять же, не реверит Омник. Но вроде бы все обошлось. Ульду, ульду. Хорошо, и выйти, выйти. Все, все, все. Курсап. Блин, не туда. Мог выско нажать. Мог выско нажать. Не туда курсу. Ну, плохой файл. Но это очевидно. Они смоки вышли. Они не были готовы. Рейден к такому выходу. Так, граммоблист хочет что-то, смотри. Так, что тут? Дуэль. Дуэль, дуэль, дуэль. Ооо. Ой-ой-ой, как же Сапка. Как же они все долго делают? Ну, дуэль бабка, Тинни заходит, но они подальтое Омника. Пока что. Тинни? Спаркетмобок нету. Сларк умер. Тинни ждал, пока это закончится. Омник умер. 3 в 1 драка. Как же они долго все это делали, ты видел? То, что они не дали в СК дуэль, там просветку так долго нажимали, что он успел нажать там, как его, песок, еще что-то. Это было, конечно. Ну, вот просто, не знаю. Вот когда вот какой-то керри качает тройку в такой ситуации, любой саппорт должен стоять по краям, вот тут, вот тут, чтобы ревелить смок, чтобы если что, отдать саппорта, и чтоб керри ушел. Происходит так, что они цепляют кого-нибудь. Сларка, и там начался файт. Очень ужасно. Дуэльку, Легионку постоянно цепляли, да? Да, да. Все время смока. То есть там очень много киллов сделали. На корах. На корах, да. Ну, еще, согласитесь, что Омник, особенно в начале, когда было очень много драк, его вообще не было видно. То есть я вот случайно его увидел, и не мог понять. Ну, Омник вообще максимальная недоигровка. Есть такие немножко проблемы. Но ничего страшного, возможно, занервничал. Ну, возможно, да, у всех бывает. Плюс на видео играет, поэтому бывает. Но... Я думаю, ничего страшного, Влад красавчик. Влад засолил, хорош. Засолил, да, очень много спейса создал. Для Лэнса, допустим тоже. Пока был перерыв между первой и второй игрой, специально Лэнс пошел спать, чтобы я его разбудил. Да. И только проснулся я, парень. Вот, он только проснулся и побежал комментировать. Так, ну первая, ребят, игра была практически, ну как, в начале были шансы, да, там какие-то. На самом деле, если бы не какие-то ошибочные передвижения, там, какие-то пару смоков, да, с ключевыми шмотками, была бы игра равная. Но это и отличает, да, Хаймер игрока от, допустим, среднего. Там было видно, что... Смотри, в этот раз враги забрали Тиня. Угу. Потому что он слишком простой, слишком сильный. А если бы взяли Виберну? А если Тиня был бы до этого вместо Сларка? Возможно, он был бы намного прикольней. Если они сейчас Омника доберут себя под Тиня, это же вообще имба. Да, да, Тиня ходит, 5000 кп просто, и разваривает карту. А ты вот расскажи мне, как часто ты сейчас играешь вообще в доту? Ну, слушай, достаточно часто. Ага. На пути 9000 сколько осталось? Да, да, ну, у меня осталось эпизод рейтинга. А, то есть ты уже возвращаешь потихоньку, красавчик, учитывая, что мертвый тинкер. Ну, я на тинкере, я за последние 20 тинкеров поиграл 3 игры, по-моему. Ребят, тут такая тема, короче, Влад слишком уверен в себе. Говорит, что любым пиком любого выиграть и так далее, но в этой рубрике еще ни разу Лэнс не проигрывал никому. То есть даже были записи, которые не выходили на канал, да, там, потому что Лэнс без шансов разваливал тоже всякие там ютуберов-стримеров, да, условных. Так и есть. Вот, и, если хотите, можем организовать против Лэнса, то есть один скаймомер игрока, так сказать, он ни разу не проигрывал, он ни разу не проигрывал, и посмотрим. Только ты не на инвокере, хорошо? Я буду на тинкере, но я любого героя могу выиграть, кроме Бэтрайдера. Бэтрайдер, если что, задрот, вот Влад говорит, что... Ну, он топ-1 Бэтрайдер. Ну, он у меня без шансов выиграет, потому что Бэтрайдер это герой такой... Да ладно, забудьте. Очень сильный. Ну, слушай, слушай. Да, Бэтрайдер очень сильно понятно, он там без шансов выносит тинкера. Так сказать, будет играть не на Бэтрайдере, да, на ком-то любом другом, кроме Бэтрайдера. Этот на Пудже играет, кто на Прайвл Бестивиш, ролями поменялись. Ну, там опять без планов он опикали, мне кажется. Не-не-не, уже есть идея. И так, кстати, правильно. Мне этот пик уже намного больше нравится, чем был, да? Пойдем, пойдем. Мне кажется, я буду очень удивлен, если игрок на Тэмпларке ровно отстоит, он потому что... Ну, смотри, какой там ранг на Морфео, интересно. Ну, просто у него в профиле герой ранг, да? Ну, а 37-й левел аккаунт, то есть это сморф. Какой у него интересный мейн ранг, то есть пич 5, да, рейтинг у него? Где, 3500 максимум здесь за Влада играет. А, а, это за Влада, точно. Да, за Влада максимум 3500 играет, ребят. Ну, я думаю, что Морф будет играть против 6000 щелов, а у них в пике Sky Mag, Grimstroke и Тинни. Три героя, которые шотают Морфа. Очень будет сложно, если особенно он будет где-то первый показываться, то он будет умирать сразу. Ну, еще и пич, который будет втихаля там пукать. Ну, в топе сильная линия очень, там Марси и Марс, то есть, ну, это очень сильный лайн. Марси выкидывает. Это Марси вообще имба-герой, я сочетаю. Особенно с такими, у кого есть там, типа Марса. Ну, наверное, одна из самых сильных связок. Особенно если какой-то саппорт, не дай бог, они второй левел поднимают, он просто прыгает, прогиб, копьем продлевает труп. Любой герой. Ну, может, не выжигает. Темпларка не взял фэрик, потому что, ну, я уверен, что Влад будет жестко давить мид, как-то по таверу давить, и вот фэрифайр, мне кажется, мог бы решить проблему какую-то. Он переблочил Темпларку. И из-за этого крипов теряет арденай. Второй левел он уже не получит. Если Темпларка подходит, он просто ему ломает лицо. Еще два крипа положить, да. А он еще взял такой закуп на Темпларке себе, ну, не на фастботл, то есть взял себе, видишь, статы. Ммм, да-да-да. Это, а это, слушай, хардовый пуш, это ученик этого, травмана хотел сказать. Ленчика. Коляна еще, да, нашего топового пуджа. Посмотрим, по его легайдам он играет. Так, три денаи уже у Влада, но по крипам плюс-минус равно, именно по вражески. Не, ну, у Темпларки все очень плохо. Посмотри, сколько у него денег до ботла, и что у него по ресурсам. Но он себе фаску купил. А это, кстати, из-за того, что, как ты и говорил, помнишь, что если рискованно матчап, то ты берешь ветки и выходишь на фастботл. А если ты уверен, что ты можешь, то ты берешь три цирклетки. Да, три цирклетки. Мы с тобой обсуждали этот момент. Ну, смотри, вроде пси-блэдами пробивает, вроде крипа с денайл. То есть, в принципе... На топе линю поставили, выпулили против морфа. Виверна просто так первый с пол нажала, и никого не ударили даже. Обидно. Это вообще классно они сделали в боте. Сейчас морф просто пачку потеряет. Ебать, у меня Марси в миде. Да, кто хотел сказать, с ебался. Не-не-не. О, что-то Влад переоценил себя там. Опа. Видишь, что фэйрифайр? Фэйрифайр, фэйрифайр, фэйрифайр. Фэйрифайр. Да, фэйрик порешал бы сейчас. А что он никто про Марси не сказал? Я что-то не посмотрел на мини-карту даже. Я только рот открыл, то, что Марси с ебалась. Угу. Фэйрифайр, фэйрифайр. Фэйрифайр. прохарасить видимо просто хотят но я не знаю это возможно будет жесткая ошибка да это был передайв называется этого тоже сейчас убьют а не у него маны нет ого уже пошли типы пошли типы пошли реально ну темпларка она должна набрать свой натвор, сейчас их не задавят конечно там пуджа все хорошо из так сказать приятных новостей так а зачем пудж подрешил? Марс очень сильно Марс потратил коптё и его пробивает тени очень хорошо даже или убьет но шанс есть но а где Марси в этот момент ладно а почему первый исполнит это на гримстроки а дал он не попал первым на гриме попал попал да да убил опа туда визу темпларочка не знаю Владу нажать какой-то выйти кому-то ну потому что смотри темпларка очень хорошо стоят двоих убить вот этого можно еще смотри что темпларка творится он не растерялся катапад ДФ и получил а он 6 лвел взял Влад все номер а че сейф тп будет? я вроде говорил что Марси в медиа а у меня нет а ну я так и понял опали еще на топ тп сейчас будет замес ну в темпларке появились траты ааа у этого арена появилась минус тени думаешь? да да там где-то подходит да 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 он даже без лада мне кажется его билду да не не ну смотри да да мне кажется он за арену мог выстелить ну да скаймак не двигается по карте что-то не очень впечатляет смотри на сару скачку ская вот о чем он думает ну где его сало не знаю а сало здесь против морфинга это сало мастхэв но ему тут нужен атос потому что в его команде контроля не так уж и много ну слушай если у него был бтп и мана он бы давно-давно мог бы убить влада в миду например да на топе сейчас он давил zt1 конечно конечно ну вообще никаких активных действий не делается а на скаймаке это случаем не умник с прошлой? по-моему на виверне играл если честно но на виверне он хорошо играл кстати сейчас он думает туда тэпнется наверное да он наверное ждет пока будут давить темпларку смотри они идут в маке на темпларку грим это разреверил и темпларка может всех убить щас может 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 всех убить хотя очень быстро умер умер влад ты посмотри этого тоже смотри не побоялся пошел этого тоже еще арочки пусть не забери пожалуйста ну там без шансов сюда хорош хорош а что влад не прочекал дд что ли или что он хотел сделать я не понял интересно они как я понял они хотели нажать смок и выйти в темпларку убить темпларку с марси но этот смок разреверил грим и они нажали кнопки в грима и потом подошла темпларка и убила всех смотри и в этот момент они все топнулись в бот и в этот момент падает миди вышка не до игровочек идет уже да уже телит пошел походу уже реально уже темпларк денег много смотри он уже обгоняет его на 500 голды да 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 темпларка неплохо все чувствует так смотри поставили мид как ты говорил на трапе ли шарик ходит они могут почти даже ли шарика убить мне кажется ой пути убили кстати а что что ты видел да забрал просто ну сейчас убьют за эту темпларку ну кстати да да мог ванвист стать на темпларке кстати путь хочет засолить шарика но он походу тоже в таверну сейчас улетит что они все по очереди тапаются тапаются и видят просто отменил тп sky вау из-за этого путь подставился кстати влад себе решил делать фастовую бкбшку не ну это понять можно там куча сайленсов куча всяких замедлений и так далее но мне кажется вот млэр просто за три удара убил у него вармора нет так вы верно убили с пуджом отлично этого тоже можно о чем ванюшку вырубил а чем ванюшку вырубил нефиг его знает так подходит импларка ну слушай туба этого даже не знаю убьет кого сможет знаешь что странно что тени что в прошлой игре я не понял как прошлой была короче тени не максит ветку себе а не смотри видишь тени максик себе прокаст ну тогда ему на драться я не знаю это супер бессмысленное решение он должен был ветку в 4 в качать и максимально фармить ну вот так и делается на тени керри ты должен брать ну типа максить ну и три греб а потом в раз то составлять и качать лиса тупо ну возможно потому что понял у них темпларка в пике которые тройку должна фармить и это странно что они пикнули тени по темпларку ну или наоборот мы можем быть можем быть их смотри тени даже прыгать прыгать тени хорошие двоих можешь я не достаю давай давай вот сейчас на тупарку на марте прыгай ай-яй-яй спасибо хороо не спасибо выжил от тупарки так виверну убили хукнули еще влада сюда молодой лол а чё 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 на пуджи отпустил они потратили все кнопки абсолютно все влад и марс идут на базу время тратить марси и виверну убили и ну никто не умер да да но еще и влад должен был убить и вел пуш зачем ты его отпустил ну то есть он мог просто вонять рядом увернуться от стана и убили бы его да пуш отлично спас теника а темпларку темпларку просто так сказать отпустили простили темпларки исполняет темпларки исполняет да он сейчас заберет или морф заберет ну вот вот давай блин что-то что странное ну да на темпларке что-то перехвалили сразу поставил дд просто забрать а это чё делает ты видел на гриме сначала хотел крипадов зафармить а потом передумал ты по на базу нашел да он даже позадничал он был сразу задержать забирать этот как его на джэшку ну даже в такую ситуацию он мог с дайнера и потом а ну из этого не за рошан заберут и на развороте подраться но это дота получается один файт одна ошибка один файт все меняет скоро будет шабелтини то есть он сможет шоттать морфа так успеет хорошо минус арена скай в топе засуливал морфа лол скай хорош даже без атоса и с одним из сайлансом в один вот эта шмотка хорошая кстати для морфа вот это жестко кстати вещь а мор уже вот там драка кстати сейчас намечается мор уже это твоя убили темп ларко это же твоя тоже типа скрытая сигната там что-то играл на морфе да подряд там игр 100 плюс-минус ну знаешь прям видно что тени конкретно не доигрывается у него он зафармил 96 крипов это все потому что у него палка в один 96 крипов реально на тени керри это очень мало прям очень мало 20 минут это реально очень мало учитывая что он все время фармил насколько ты помнишь он в драках не участвовал практически он все время фармил но уже должно быть еще б и этот шарт уже должно лол смотри он не купил шарт раз он купил талант он скипнул 3 грэп тогда он был покупать даггер если ты так билдишь ты согласен и сразу идти драться реально он же может просто купить саблю blink и ходить морфа вот так есть у него такой план но у него он вообще слушает так сказать один балл из десяти за такую игру на тени я берем просто но любой любой человек пикнете не первый раз в жизни он он знает что у него нужно купить саблю шарт и шабе и на линии макси дерево с макшным деревом ты можешь динайдить ты можешь спокойно фармить тебя убить невозможно тебе хп дохера все до утени у него прирост большой 4 силы за уровень то есть это вообще много так сера посмотри я не знаю странно они смотри они могли сделать пик такой вообще ну с которым они не проигрывают он мог взять прямо обрислав бот вместо пуджа и он мог взять на гринстроке он мог взять омника и тогда ну это было бы очень сильно ну мандраж наверное ловит я не знаю может что то что на видео играет но некоторые действия абсолютно неадекватные можем еще подраться пока еще эгитс есть смотри 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 я очень далеко а шоу меня снова я бегу я бегу я бегу я бегу я бегу я бегу ну смотри он сейчас СССР купит в мейме какого то героя СССР СССР смотри там у без шаркани Тегиса они спокойно могут принять файт спокойно хорошо подраться просто ну вот ну да чего то чуть от этого он умирет темп ларки бкб бкб их он уже насрочный ну а все их планетворца жестко уже обгоняет не знаю тут будет сложно путь вообще голый 5-600 денег но в этом и суть героя ты типа ну он сильно на лайне потом главное не присутся не ну слушай я видел как Коля играет у него там плюс-минус нормальный творцем покупает аганим еще что то и дужка идет плотная ну вот на тени ШБ они могут со скайем пойти какого то героя сейчас застанет и убить любого причем а он шард не собирается покупать он по-моему не знает что на тени как надо играть вообще в принципе может он не знает что шард дает ему ну посмотрим может скаймаг еще затащит как то но пока что идет скаймаг может да потихоньку наращивание он сейчас прекратать на бкб развести скаймагу ну вот он понимаешь он думает что он убежит а он может дать прокаст быстренько он потратит бкб и все разменяли хорош так ты видел что произошло на самом деле хорош ульт плохой ульт это верно смотри арена арена как блокирует вички он тоже умер ну или нет да сможет убить этого да да может 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 не не может а вот так может но очень тупо тупо проказ дал если честно просто да 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 фуч дал хук то есть он дал в иллюзию как будто проказ хотя там оригинал с ддх был можно еще вот он минус бкб марса это очень хорошо сейчас нужно пойти расставить vision снять вражеские vision играть ну да сейчас надо сноуболить пока эти мертвые надо искать килл тем более марса пока нет марса додавить его хотя бы vision туда поставьте да вот я не знаю грим не тут вот они сейчас пришли им нужно на хг поставить vision они могут просто даже под мидом где-то сейчас ждать и любого щелкнуть любой кто будет появится или она не должны выждать кивы основе сейчас можно сделать kill на датанных с пачки можно выждать в лесу здесь они все же там может быть может быть любили любили а еще партнер я бегу я бегу там курса курса сейчас будет наверняк даггер наверняк сау сау больно будет след ебать ой ооооооооа как они комбинируют слушай как будто бы какая то пропаганда собралась я тебе серьезно говоря нет нет 3000 но в одну калитку ребят так что видите один ска игрок с 3k командой так сказать две игры подряд выносит без шансов походу он реально там калирует надо было запретить ему разговаривать наверно а вот это было бы честно согласен надо было как и когда-то я бахи запретил запретил разговаривать посмотри посмотри что он делает на марте он вышел выкинул пуджа в темпу арку и как он или наоборот и они убили двоих просто и ну уже ну какой-то личный скилл идет у игроков ну да да они исполняют неплохо на кураже может не знаю перфекта смотри нельзя его залить но ничего у нас есть еще ребята с эти ультимейт это лэнс виде лэнса заставив еще встретиться я короче знаешь что придумал я придумал посадить тебя ну у тебя на видос и чтоб ты сыграл колесо фортуны ну ты почувствовал себя а ты знаешь что я ну ты вот просто имеешь представление что я в год в доту в год год не играл это в этом и смысл посадить тебя и еще тебе дать колесо фортуны вот что-то ощутил ощутил но коньянный просто первая же игра там примерно плюс-минус я год не играл там может быть там 10 игры сыграл за все это время в паке и тут а вот ему а затем опять еще надо 4000 мы выберем тебе там рапирочку как я на спарке там или на репрессер а слушай рапиры рефрешер там есть еще скаде кунь будет нас ларка это имба я считаю я сможет подойти к тени сделать так же как вот тут под кружу встать да ну слушай вот сейчас можно подраться без виверные это на позицию хорошие знать ногам может что-то быстро бегает почему-то так ладно пуджа нажали арену убили кого-то марсе два в один размен так тени убегай пока темп ларочка пошел куда уж но все темп ларочки ушел куда-то а пока вы хочет дофармить ему не хватает чуть-чуть да 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 бкб хочет дофармить а я думал обиделся на команду но в этом парке бкб но там уже значит там уже наверно даже шива есть да у этого да уже шива есть там уже ну то сказать века демар по то есть скаде это контрпик темп ларки жесткий темп ларка просто не двигается и он никак не выйдет с вами он майнбрекер не перекладывать против марса смотри два брейсера после 25 минут они удваиваются ну да да 3000 хп у него согласен у него тоже прирост высокий 37 37 прирост блин силы о ее почти в шарт купил смотри анали широке сидит сам не взял шарт я не взял такое чувство что его кто-то пригрозил и сказал что если ты купишь шар что-то случится что если замахтешь 3 купишь от 100 ну все а возможно ватт ему бабки заплатил чтобы выиграть опа кстати речки тычка сильвера не сработала помпом марса было что он пока бы нашел если бы грим здесь огоним купил бы связку сделала бы нам арфа с кем-то было по кайфу согласен сейчас не примет можно потратить мой 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 ты еще видел темп ларка я не знаю ударов что нанесла марсе и еле-еле убила так ну ладно марфа хотя бы унесли возможно и еще марсом автомат сможет мне не можно но мы сейчас какой-то хук тропа или верно можно нормально но на пудже неплохо делает там попадает у каменного творче но решая да в игре как бы там не было конечно посмотри у него линзах вот это разве харди на марса двадцать первый левел 3000 кп идет у него как у марсе над ворс и плюс-минус закуп такой же не я про марса да да я понял я говорю он пучка четверка то сейчас рефрешер будет еще да не шива там еще вот эти вот сапоги еще там у него бкб было вот тут руна почему-то не шарт наберет но он же обе кино фармит раза в два быстрее если купить шар это раз-два он всю игру фармил два он всю игру фармил да по факту изначально он должен был взять просто палку купить шарт бит лиса он так и делал просто у него было первый-вторый успел за машину знаешь тени самого старта плохой закуп себе выбрал он короче он купил себе колечко на старте от соу ринга хотя до соу ринг не делают он он начал собирать сажу не сабливио нас ого ракс он сам значит собирать то есть но это уже но угроз не ускоряется ну да там один хотя бы 10 скорость атаки дает да и урон еще то есть но то есть он уже изначально не делал какую-то какие-то ошибки допускал да чё там берут просто на теника два кулака там три ветки и топорик что такое видел вы раньше через 1 бент играть на сине а да я короче ватсона увидел один раз и карате не берут уже став разбил делаю то есть по его игре по его сборке раньше как было ты покупаешь два кулака от брейсера 3 ветки вроде а две ветки топорики танго как раз на все деньги без танго взять фэрик и донести потом танго курой не но это же не на мид и держите фэрик но на вами цена типа теник же этот у него миллион хп можно браться у него шар что ли да 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 у него шарт еще и рефрешер есть но на тени явно не доигрывает он мог его подбросить и в полете пока он падал его хук убил бы хуком конечно конечно не было бы даже арены то есть да не ну ладно куда ты душишь и ну все все ну и заканчиваем next level это будет уже лэнс а если он и лэнсу выиграет тогда мы сделаем чтобы дадим команду с рейтингу пониже заставим чтобы он не имел права разговаривать его и поставим каких-нибудь игроков там они выиграет но шансов но ты ты бы там законтролил сказал бы чё где куда идти да там когда смог зажать то есть но я всегда и всегда колю типа когда играю в видосах твоих всегда там пытаешься максимально но вообще не у тебя налажено так сказать контакт с командой поэтому до шанс у тебя все есть у влада тоже во тоже очень много может говорить объяснять и очень быстро поэтому скорее всего и каждый поэтому скорее всего знаешь и кажется как будто бы что его команда тоже хорошо играет то есть по скилу да как будто бы у них не три 500 а там тысяч по 6 вот такие дела ребят видите как макро решает то есть просто просто какие-то колы своевременные смока там какие-то правильно открывать вышки выходить под катапульт и это все дает кстати себе знать вот я понял что надо делать просто тебе запрещать запретить общаться с командой тогда будет будут шансы но мы решили что придется на тебя козыря выпускать потом в дальнейшем и это будет лэнс он слышал тебе вынесет с равными быть играть только он будет на тинкере но тебе не забрать брать бэтрайдера хотя блин вот ну знаешь даже 7 это стоять против бэтрайдера хорошо он же все равно тебя душит по игре жестко прям очень жестко все за правила такие а вот так вот у тебя один ска у него 8 так что такие дела вот такие вот катки видите как как оказалось две игры без шансов все-таки знания решаю да как бы там не было знание сильнее чем скилл да потому что с тобой с твоими колами к твои союзники казались игроками кого-то бы у них там знаешь два раза выше чем у них есть я что заметил влада 43 асиста 43 как его когда он даже на седьмой минуте ушел смита всю игру бегал во всех килограмм то есть поучаствовал почти красавчик тут позволяет искать ребята играли гонялся за ними посимать это было это было